Буквально за несколько дней температура в Ульяновской области поднялась примерно на 10 градусов Цельсия. По данным гидромедцентра, жара в регионе задержится. В ближайшие дни антициклон будет усиливаться, а жара пребывать. Ожидаемый диапазон максимальной температуры днём плюс 31-36 градусов. Остатки маловероятны. В начале следующей недели антициклон начнёт сдавать свои позиции, и жара спадёт. Но вероятность всего ненадолго. Наступившая жара для многих ульяновцев была долгожданной. Однако не всем комфортно в такую погоду. Так-то тепло, это хорошо. Это у нас ещё более-менее тепло не было. А кто в Краснодаре, а кто в Саосской Аравии круглый год, жара-то ничего терпит же. У меня нет такой жары, чтобы я пила или чего-то. У меня нет, ну, не люблю я так жару. Ну, дом жарко, пятый этаж, конечно. Ну как, водичку пьём, чаёк. Особую опасность жаркая погода представляет для пожилых людей. Для тех, кто страдает сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для беременных женщин и маленьких детей. Медики отмечают, что в такие температуры необходимо прислушиваться к своему организму. И повышение температуры ведёт к повышенному потоотделению. Но в ряде случаев это повышенное потоотделение не происходит, и происходит сбой в нашей системе. То есть у нас возможно быть как перегревание нашего организма, так и солнечные удары, которые летом так или иначе бывают у нашего населения. Симптомы солнечного удара, как правило, проявляются сразу. Это головная боль, головокружение, мелькание мушек, тошнота. Похожие последствия перегревания могут проявиться и через несколько часов. Если после пребывания на улице вы заметили их у себя, незамедлительно примите меры. Попить обыкновенной воды, положить холодную бутылочку с водой на сосуды шеи, в подмышечные впадины, на голову положить мокрое смоченное полотенце. Ни в коем случае нельзя пользоваться льдом, потому что это тоже реакция организма пойдёт немножечко непредсказуемая. Нормальный питьевой режим. Если это не помогает, обязательно нужно вызывать скорую помощь. Чтобы предотвратить солнечные удары и перенагревание, ходите по улице в головных уборах светлых оттенков. Желательно по теневым сторонам улицы. Выбирайте лёгкую одежду по погоде и старайтесь пить не менее двух литров воды в сутки в зависимости от вашей индивидуальной нормы.